Дестроер, если честно. По-моему, не надо нам такого. Это ещё один фармил, а у него как много дэмэджа, но когда он нафармил. А тут уже вроде и ТБ, да и коллапс жадный, ну, жадная тройка. Да и на Кентаврия, в принципе, фармить ты должен. На Кентаврия этот герой сильный, со шмотками, и не очень сильный и без. Панга, 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 льер! Герой говна. Герой дерьма. Ну, не знаю, короче, сейчас что-то пикнут, и это что-то... А, бэджик. Ну, забыл теперь про этого героя, но вот дэмэдж какой-то магический как раз-таки добавили. Ну, правда, у бэдрайдера не особо берстовый магический урон. Он берстовый только когда уже лейт, когда у него там появляется талант, таланты на два флеймбрейка, когда он берёт себе там какие-то рефрешеры, там, конечно, он может порвать просто пердак за секунду кому-то. Стоп, стоп! Лол Стиму 10 лет! В честь этого они устраивают розыгрыш с более чем полумиллионным призовым фондом в рублях! Для участия вам нужно зарегистрироваться и выполнить условия в теме розыгрыша! В начале там в мидгейме он наносит много урона, но постепенно всё-таки ему надо там настакать, обмазать маслом сначала, там, туда-сюда. Но в любом случае к бэдрайдеру как бы вопросов нет. Этот герой хороший, против Теппларки он хороший и вообще нормальная тема. Ну и как раз кем-ак урон, которого не хватало. Против Инчи, кстати, тоже хорош, потому что вот... Инчу там порой бывает тяжело убить из-за ультимейта, но для бэдрайдера это проблем не вызывает никаких. Ну, слушайте, нет, у Спирид хороший драфт. Он супер дефолтный, но, собственно, дефолтный драфт, потому и является дефолтным, что он хороший. Вот. Что тут вопросов нет особо. Я скажу так, что мне драфт Спирид-то в принципе побольше нравится, чем Ликвид. У Ликвид, ну, типа тоже норм, но мне кажется, как-то сверху поувереннее, что как-то. Поплотнее, знаете, так как-то вот. Картина какая-то появляется, как это все работает. В форме видно же проебут инфа 100. Не, ну что не в форме. Спирид, мне кажется, в форме. Просто, как бы, все течет, все меняется, и на данный момент Ликвид выглядит как лучшая команда мира, я не побоюсь этого слова. Ну, они и на мажоре были лучшей командой мира, скорее всего, но их подкосила замена, да, то есть в боксе, что-то там со здоровьем, вынужден был уехать. И Ликвид даже с заменой все равно смогли попасть в финал, который, конечно, проиграли без идей, но я думаю, что, ну, как бы, замена сама по себе очень сильно повлияла. Ну, то есть у тебя заменилась четверка, то есть герой, который создает движуху на карте, и заменилась она на твоего, там, какого-то аналитика или типа того, но это совсем не то, естественно. Вот, ну и плюс к этому еще немножко, может быть, помарали, чутка просели Ликвиды. Ну, знаете, вот это вот ощущение, когда ты в супер крутой форме, вы готовы выигрывать, но тут бац, и тебе судьба подкидывает какую-то вот такую вот... О, какой вард, смотри. Ай! Не пошка. О, выживает. 12 хп буквально. Жестко, но как есть. Ай. Ой. Больно в ноге, больно в руке. Да. В итоге Ларл на фбшил Зая, а боксер разменял миру, но фб для Ларла, если что, это сильно. Ну, мидер с фб, это всегда сильно у него. Супер быстро появится там Боттл, ну, практически уже может его себе нести. Ну, там, один крип, и поехали. Это жестко. Да, Зая, конечно, уже на линии. СТПшка прилетел. Рангов нет. Как нет, смотри. И Тора. Третий игрок в мире. Мипошка. Кот без ранга. Мирослав. 43-й ранг. Ларл. 250-й. Не понял. Коллапса. Без ранга. Инсения. Без ранга. Зай. 28-й ранг. Ниша. Мусор. Без ранга. Бокси. 212-й. И Микки. Без ранга. А? Прокнул. О! Ебать. Щена треснула у Микки аж, но не погиб он. Это главное. Раз не погиб, то он отхилится, скорее всего, сейчас. Тангусики. Мангусики. Мангусиков, правда, нет. Но там гусики есть. Коллапс. Быкует здесь. Ну да, для Коллапса фри. Конечно. Линия. Ну, Коллапс хорош в этом плане. Вот. Че не отобрать, да, у Коллапса? Это то, что на линиях, где он может, теоретически, ооо. теоретически может набрать многое. Ну, там, не знаю, блин, наверное, в 9 из 10 играх, если не в еще большем проценте, он наберет на этой линии многое. То есть, крайне редко бывает, что теоретически выигранную линию, Коллапс, там, с нее выходит недофарм каким-то. Короче, базу знает. Ну так вот. Че ты мне по шкафу? Реально. Как будто бы за пивом пошел. Фоткает, смотри. Ну, ля, типа, ну ему, мол, нет смысла туда идти, не было, у него все на КД, но все выглядело, выглядело забавно. Кэрри ебут, а чисто стоит, смотрит, то есть, подмышки. А у Темпларки две смерти. Вот тебе и результат. Так, так говоря, Микки сейчас могут поймать, он опять спрятался в неуязвимость и пытается как-то он не умереть, но, к сожалению, он умрет. Он просто просидел там, но ничего не поднял, только что мог выйти из него, отжать стики, он бы все сдох. Но пока это происходило, тут тоже убили двух героев. Вот. Зая вроде пытались взять, но каким-то образом его не взяли, пришел сюда ниша и серия убийств здесь уже в боксе 3-0-3 теперь у него. Вот так вот. Так что пока что идет у нас некоторый такой размен корме. И темпларку душат сильно и Етора, как видим, поддушивают. Ну, Етора все равно лучше фармит. Почти на косарь у него больше денег. Хоть от Заячика подловить, но неудачно очень шармет Мепошки. В итоге Зая убегает далековато. Стоит ли сюда уже вламываться, это большой вопрос. Мирослав украл шарик, катается, это фейк пангольер, но делает он неплохо. Сюда еще какой-то ТП, Бушкаг не точно, Етора улетает, а вот Ларл уже вряд ли улетает. Еще и патрон под хвост залетел Мепошки. Ну, и это пример того, да, как вот просто микро, небольшой микромомент может очень сильно зарешать. Мы видели, дальше БКБ фармит, но на БКБ еще довольно долго, а Етора с ДД здесь как-то не поняли ликвид ситуацию, Еторта с ДД все это время был. И Еторта с ДД начинает давать крепких пиздюлей, просто все умирают и вообще такая, честно сказать, реально водка пролилась на ликвидов прямо сейчас. Все, они просто пошли на ТБ с ДД, да, который просто дал им всем пизды, ну, коллапс там застанил, хорошо, ну, куда они лезут, ну, что они, что это, что это за непонятно, и Микки куда-то идет, блять, он вообще один, остался там пять героев. Классический ликвид, короче, ничего нового. Ничего нового, нах. Ну, вообще, коллапс в соло, конечно, что эту игру пока вытрахивает, шикарные станы от него по всей карте, кругом, инициатива. Вот этот вот, кентавровский, кстати, только из леса, соответственно, он может где-то начать драку, теперь тоже, для своей команды, и, возможно, будет какой-то ответ, дум на коллапс, если игры крайне неприятно, стампеда не будет, станов не будет, ни хера не будет, в принципе, коллапс там, ну, как сказать, не умрет, если его не бить, он выживет, да, потому что он довольно крепкий, у него куча регена, убили рубика пока что, но ликвидом надо, походу, отходить, инсения, немножко встрял, и все, отху, а, ага, а я думаю, что-то не хватает, типа, дэмэджа какого-то, что ли, а вот оно, в чем дело, ну, типа, Микки просто снизу, у него к ДТП, и это не то, чтобы прям его проблема, ну, просто зачем они начали эту драку тогда, потратили дум, это, сегодня лучшая идея, потому что теперь у дума нет дума, у Миши нет ультимейта, ультимейт от коллапса, очень больно, я тоже патрон, ай, выживает, пока что, пока что выживает, и Тор, он отходит, но пошла какая-то жесткая погоня, коллапсы ебут, коллапсы выебали, Миша, он увидел, он увидел, он увидел, он его видел, ребята, он, 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 он будет вести пристреливание с мигалками, миу, 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 ладно, не догонит, потому что здесь и Тор просто ТП нажимает, повезло, и Тор, что он не умер сейчас, ну, возвращают, спирит, так сказать, должок, просто взяли на фиделе, где-то непонятно, еще и Рошана отдают, туда же, в помоечку, может быть, им бы и ответили, и дали бы озвучить, на самом деле, ну, то есть, может и не дали бы, но, когда ты подходишь с другой стороны, ты говори, ты начинаешь уже что-то там озвучивать, говоришь, давайте нашу озвучку добавляйте, что-то там, быкуешь уже, блядь, на этих, вот смотри, быка, вот Ленка, блядь, сильно помогла тебе? Чел, как с Ленкой там, бьется-то вообще? Да не, ну это бездарно, я хуй знает, я не играю на керри, но, это настолько очевидно, что, ну ебан, ну что, вот ты такой начал бить, вот пангольер покатился, по тебе, и вот, бам, бам, ну и все, ты умер, ну то есть, в БКБ ты можешь бить, дум даже не тебе дали, насрать на тебя, там, бетрайдер какого-то, в БКБ ты не получаешь эти станы, ты хотя бы можешь бить, и потом нажать сандер, да, там, по ситуации, ну, может ты не можешь, если ты в думе, но ты будешь бить, даже в думе ты будешь бить, вот в чем дело, а так ты просто стоишь в станах, и все, против тебя пангольер, который катается, тебе поебалу туда-сюда, с аганимом, лакешоты и станы, 24 на 7, еще и какая-нибудь белка, и так далее, ну я, я не знаю, не понятно, не, он как бы покупает его, но, ну когда его купит-то, что, игра закончится, когда он его купит, я хуй знает, ну, или как его там звали-то, он еще брейкданс постоянно мутил, и, типа, с брейкданса кому-то поебалу давал ногой, блин, сука, захотелось мясо посмотреть тот самый, Халк Хоган, ебать не вспомнил, он уже и в тот момент дедом-то был, ему уже лет 60 был, а он все на этом, на ринге пизды получал, не, Реслик, это штука такая, то есть, понятное дело, что это постановые шоу, но там люди выгребают, как бы нормально, в этих постановых шоу, ну, то есть, потому что полностью поставить это все не получается, там постоянно отгребают, постоянно все в синяках, типа, всякие травмы и так далее, и когда тебе там лет 50 уже, как это у Халка Хогану было, выгребать, тяжелее и тяжелее становится, пожалуй, Яконзуна, блин, я Яконзуну не застал, я Яконзуну застал, только в этом рестлинге, на Сеге, по-моему, была игра, в рестлинг, там было 8 бойцов, и один из них был Яконзуна, у него был коронный прием, но он был сумаист, типа, у него был коронный прием, он залазил на, ну, на этот, на угол канатов, и с жопой прыгнул на чувака, это было очень смешно в игре, но, видимо, оно и в реальности так было, что ли, хз, типа, ну, соответственно, там, они все еще зарабатывают на сервисах с него, но есть какие-то вещи, которые уже нахер никому не упали, никто их не пересматривает, но, все равно их нельзя там посмотреть, ой, Едора ебал трясит, а, БКБ нажимает, Сундер дает, зая позорился, алё, блядь, БКБ нажми, бездарь, пиздец, Едора, кстати говоря, долго, нормально, БКБ купил, неожиданно, дэмэдж можно носить, вот это прикол, БКБ закончился, теперь дэмэдж уже не понаносишь, понаносишь, что? Мепошка здесь, подпрятал Етор, хорошо, думаю, убили, ниша, в ловушке, Етора, долго, нормально, ну, БКБ купил, и сразу, Кумбэк, ну, в какой-то степени, да, но они, по крайней мере, не проебали, и несколько фрагов забрали, и что-то там отыграли, 60 хп, кстати, у Етора осталось, ну, да, не, ну, Етора бы нашел с кем свапнуться, но это был бы, возможно, его собственный бэтрайдер, смайлил количеством хп, либо какой-нибудь там, мепошка, ну, короче, так или иначе, и Зай был бы при этом, фулл хп, да, а не вот этот вот, 600, который драться-то на очке, потому что хп маловато, ну, другая драка могла бы получиться, если бы Зай БКБ нажал, вовремя, но он его не нажал, тут, кстати говоря, драка-то продолжается, бэтрайдер умер, Етора, ебало, нет, он опять успевает, сандерок легал, миги погибает без байбэка, что, вот это да, это спирит, from behind, отрабатывают, классическая история, правда, мепошка погибает, Зай пошел дальше, не пошел, блин, Етора, конечно, жестко, ну, везет, в определенном смысле, уже второй раз успевает дать сандера просто на лоу хп, смотрите, в тот раз 60 хп у него оставалось, в этот раз, боже, мепошка его подсейвила, тычки, ооо, и успевает он дать сандера, у миги бэкабэ был, на когда, блядь, тут еще и мепошка зацарил, вот оно что, ну, Етора опять повезло, конечно, что не хватило дамджа его добить, урона от 300, это уже гораздо меньше, это 210, да, если я правильно понял, вот, и, ну, там еще и кримсон зарежут от этого, еще там 60, или сколько там, 70, и вот уже как будто по, по 150, ну, короче, гораздо, гораздо проще жить против алюзии ТБ, а с кримсоном, это факт, нам, дума умирать, бэкабэка нет, правда, там также, ооо, на телеге катается, коллапс, а правда, коллапс сам умирает, Етора, ооо, ой, блядь, ебдерот, это казино, подожди, а он еще свапнулся с своим кентавром, что ли, сандером, я не понял, или что, или куда хп кентавра исчезла, он взял его в телегу, да он свапнулся, ебаный рот, так ты же не уязвим, там, в телеге-то, блядь, потом бы свапнулся с кем-то, ты нахуя кентавра убил своего, он тебя, спасти хотел, а ты его убил, нахуй, и сам еще и сдох, в итоге, не, ну, это же пиздец, сори, да ебаный рот, да на это можно смотреть бесконечно, как он свапается с этим кентавром, хе-хе-хе, реально бесконечно можно смотреть на это, как кентавр подлетает, спасает его, получается, вот, и он такой весь из себя, и он говорит, бля, кентавра, че за хуя, дай кентавру, если хп с тобой, кентавр, ты чего, блядь, хе-хе-хе, сука, надо было локус на себя, и чтобы свап не сработал, но это так не работает, конечно, ладно, пока я на это смотрел, тут падает трон, но, правда, он пока еще не падает, хотя нет, он все-таки, хотя нет, погоди, хотя, да, ну, да, ладно, он падает, падает в любом случае, ну, вот такой вот свап хп произошел, драфту Ликвид, по всему, ну, супермобильный, Фурион, Эмбер и Коттл, который тоже там тревлась, и берет просто очень быстрый, может и прилетать куда-то, и просто быстро бегает по карте, еще в ультимейте там, носится, вот, поэтому, это все как-то надо ловить, ну, кстати, реально, это все как-то надо ловить, то есть, по-хорошему, какого-то героя, который может, ну, это не тот герой, который может их ловить, но это тот герой, который может дать им всем пизды, просто-напросто, и это чистая правда, блин, а вдруг Ниша купит себя, как старый добрый Баттлфьюри, нахер, на Эмбере, Баттлфьюри 2, Баттлфьюри 2 до Идалуса, и рапирую, пошли, какой вообще смысл быковой лавки в доте, для чего она есть, почему нельзя все покупать в одном месте, так бы бы быковую лавку убрали, бля, 5 назад из доты, или ты имеешь в виду секрет шоп, знаменитый, сказал чел, который умел еще собирать из кристаллиса Дейдаус, но как, ну, не Дейдаус тогда, это Бурюза, да, что? Ниша пьяница, но он мне не сказал, как собирать Бурюзу, он мне сказал, только как собирать кристаллис, ну, и я, охренеть, бредовый, какой фраг, да, как-то вообще вышло, Ниша как-то нажал атаку, так что вышка начала бить, а, ну, нет, он не нажимал атаку, бля, это очень нелепый фраг, это очень максимально нелепый фраг от Ниша, звучит как 3-2-2, но ты до конца не знаешь, как это работает, потому что это даже толком не написано нигде было, это надо было как-то понять просто, либо протестить, либо где-то прочитать, либо чтоб тебе кто-нибудь рассказал, ну, как же они Торы ебут здесь, попи, можно было одним вардом 2 кэмпа заблочить через куст, ну, можно было, просто поверим, ну, а я говорю, а как я могу это доказать, я могу рассказать историю, как я выяснил этот вард, если что, это, целая, есть целый бэкграунд у этого, на самом деле, да, ДК ебет дико, но ФБ, ФБ супер сильный, как бы ДК и так должен протрахивать так Эмбера, в прямом смысле, но тут еще и ФБ, ну и все, тут ебка нереальная, потому что мне что, спереди Тигуру должны выиграть просто, поглядим, поглядим, ОГО, перчаточный мастер, он ПТ-ку собрал из перчатки, и еще две перчатки купил, долбит нормально, Ланси, кстати, сдох тот самый, и Мепошка погибает, Мирослав выпрыгивает, кам, кам, Мирослав вроде жить будет, у него еще один прыжочек, а вот будет ли жить вышка на ток, прям, и в итоге, тебя постоянно со всех сторон давят крипы, и ты вынужден вечером отходить назад, их дефать, и так далее, и, короче, проблема, коллапс норал здесь, жестко, ультимейт фуриона, коллапс, долбит нормально, правда, подхил, человек как раз писал, как их убить, они только и делают, что хилятся, но я думаю, сейчас они все-таки начнут умирать, вот еще один погиб, вот и на Мике нападение, топоры полетели, Булзай умирает также, и мистер Мике, правда, ДК разменяли, но еще Мирослав мог попробовать взять, не знаю, возможно, он и уйдет, а может уже и не уйдет, но вроде пока, ну, у него нет прыжков, надолго, да, боксик, 36 таков, что, блядь, пиздец, да нет, 2800 хп, алло, алло, остановись, так, Афурион купил себе мьелнер, и, я так понимаю, БКБ сейчас будет у него, да, и вот уже барабан, как бы нахер идет, тоже, вот, сейчас будет долбить, долбит, блядь, слушайте, ну, походу, надо еще Бладстоун покупать, да, то есть, как бы, барабан, в принципе, лечит, но если еще и Бладстоун нажать, это как Лешрак практически будет, жалко, только 6 секунд работает всего, это, конечно, нюанс такой, минус, ну, там потом и рефрешеры можно купить, вот уже и два барабана у тебя, и Радик, ну да, рабочкам, оба, котл где-то сдох, что-то ДВП надавался здесь у нас Зай, немного, я бы на месте Зай БКБ бы в этой игре покупал, на котле, но да ладно, так, Микки прилетает, мипошку, убивает, ну, Ниша его убивает, впрочем, но это не важно, ой, как блочит, ой, как блочит, Ларла, Ларла, блочит, блокирует, блокирует его, но тут коллапс, начинает барабанить, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, долбит нормально, убили Фуриона, еще одного убили, кто пиздил на барабан, ну, Сань, ну, по-моему, чуть-чуть, Liquid перенаглели, капельку, блять, на донышке, так сказать, ебать там дэмиджа, это барабан, кстати, если что, так это реально, тысячи три, наверное, за этого урона, это реально барабан, оа, аеги с кого-то сняли, а с кого, а, это у, мистера, эмберя, стан, ооо, как мы проебали, что, кто, где, блять, ту-ту-ту, блин, ниша заблудился, что-то в игре резко в один момент после вот этой вот драки, говна, которую Liquid здесь устроили, и отдали кучу преимущества своего, которое у них было, после этого в один момент в игре перестало происходить вообще что-либо, ну, ну, я, спирит-то устраиваю, что ничего не происходит, потому что, ну, типа, на их месте меня бы это тоже, как бы, устраивало, ну, вот, у тебя лансер, у противника, как бы, против лансера, не особо яркий драфт, и все в порядке, спасибо зарядке, ой, мипошка, ниша БКБ нажимает, ну, и все, дальше полетел, Ларла поймали, Ларл БКБ пока жать отказывается, нажимает БКБшку, пол ебала потерял уже, там на беклане я слышу Эбисел, кажется, звуки, звуки ебки, так называемые, звуки Эбисела, да, и Тор-Тораск-то нет, поэтому вообще ебало он теряет, так-то конкретно здесь, бокс пробить он не может, у него маны просто нет, а то Фуриона убили, и забарабанил коллапс всех, но Фуриона на самом деле забарабанили, потому что он получил стан, и не смог нажать БКБ, и, соответственно, сатаник и униж, проблемы теперь, ой, а, о, тычка просто от заяни долетел, еще и Мирослав погибает, такая вот история, сейчас, погоди, что там случилось-то, такое ощущение, что в него рандомная стрелка какая-то залетела, да, или что, или ДК его застанил, только что, опозорил, а, нет, коллапса вот и застанил, и забарабанил, и стрелай, и все, ебала нет, дайс, перчатка на каждую руку, это правда, перчатка на каждую руку, это солидная история, не, ну, ну, объективно, объективно, конечно, лучше это были бы два рейсбенда, а не две перчатки, ой, коллапсдох, ну, сейчас так уж 100%, потому что, в общем-то, рейсбенд тоже дает 20 скорости атаки, на 25-й минуте, и, ну, он еще дает 4 брони, даже не 4, а 5 с половиной, брони, по-моему, и, ну, там, еще всякие штуки помелочи, так, ебка какая-то происходит, пытаются, эндайн губить, убивают его, и Тора на развороте, будет ли еще что-то придумывать, у него нет регена хп, ну, точнее, есть, но нет какой-нибудь Тараски, чтобы прям хорошо регенить хп, поэтому он потихоньку хп теряет, и, впадло ему, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, но у Мики есть сатаник, киску поймали за хвост, поджарили киску, поджарили фуриона, поджарили инсенью, и это момент, в котором Liquid проебали эту игру, дорогие друзья, далее, я думаю, что шансы их на успех не высоки, ну, вот этот вот врыв на рампу, он стоил им игры, на самом деле, у них тогда все было круто, они могли развивать преимущества, все равно не факт, что они бы выиграли, бам-бам, может, это и войдет в твой альбом, привет, хорошего стрима, можно еще начать с двойной барабан песню, нижняя башня селась, со шеи, опа, бокси, стан получает, длительный очень, ну, на него Мьелнер накинули, все, пока что, ультимейт Дизраптора, ну, такой себе какой-то непонятный ультимейт, потому что драки-то там нет, Микки, Микки, ебут Микки, Микки ебут, и он не успевает ничего нажать, и Ниша Лелькута не кинул, ту самую знаменитую, и все, и Бокси погибает, и Инсения умирает, и Бокси до сих пор каким-то образом не погиб, непонятно каким, Инсения до сих пор тоже не погиб, ладно, Антайнга доелит, да, и Инсения тоже сейчас умрет, да, тоже умирает, и байбеков нет ни у кого, а это значит что? Что вам пизда? Судя по всему. Да, и Тора теряет лицо здесь, конечно, Тараски нет, и какого-то Абрегена нет, и Аур каких-то типа Грифсов нет, о, Владимир зато купил, это Биг Брейн, между прочим, умирает Эмбер, Ленка не помогла в очередной раз, да как же так, блять? Ленку покупают, чтобы не станели, они все равно каким-то образом станут, сука, читеры, епта, Эмбер через позор, ну, на самом деле, да, в этой игре супер, сильно зарешал, конечно, вот это вот ФБ вначале, из-за которого Эмбер всю игру был в говне, и, как бы так из этого говна-то особо он и не вылез, не, ну, я садил, что вот эта драка, она зарешала больше, но, изначально, если бы там, не было бы этого ФБ, Эмбер бы постоял получше, могло бы все это быть лучше, о, диско-шар, никуда, что делается, коллапс, вот там отпрыгивает, улетает, отсюда сбить нечем, байбайка Тембера, но две стороны потеряли, байбайка Тембера, даже никого поймать, не могут, еще есть стрела, Ниша прям в ебало залетает, ну, от такой не увернуться, я понимаю, это гипно-стрела, знаменитая, правда, БКБ нажимает, Ниша все-таки не умирает, там, Етор, мне кажется, с Эбисом чуть поспешил, Ларла зато, короче, ладно, я понял, Ниша прикинулся жертвой, типа, говорит, я, я жертва, я добыча, смотри, я поймал стрелу, ой-ой-ой, убивайте меня, а на деле-то он, блядь, все знал, он заманил бомжей в ловушку, у него еще и гем теперь, Етор не может спрятаться, о, ладно, он опять прикидывается жертвой, опять прикидывается жертвой, блядь, ебучий кудестик на Ниша, вы поняли, это Брейн, просто огромный мозг у него, у него очень маленькие члены, я тебе отвечаю, потому что он просто пиздец, как прикидывается жертвой постоянно, но они-то не знают, что это все наебка, огромный мозг, огромный мозг Ниши, позволяет перевернуть эту, что, педаль, реально, зачем он нажал сейчас байбэк, не, ну, видимо, поняли, что придется нажать байбэк, что ли, противники Ни Вей пойдут пушить, и надо нажать байбэк, ну, какая разница, мол, лучше пораньше нажать его, чтобы, кд запустить, то есть, есть такая, как бы, фишка, ты жмешь байбэк сразу, чтобы вот этот кд пошел у тебя, типа, мол, придется все нажать, но ты нажмешь позже, и кд запустишь позже, видимо, но, не факт, что пришлось бы нажимать байбэк, на самом деле, потому что, ну, как-то, ликвиды, не особо аккуратно и спешили, как будто бы, ну, да ладно. Ну, шана третьего отдает, повезло, спиритам, кстати, сильно повезло, что тут нет Аегиса, о, в смысле Аегиса этого, Аганима, потому что сейчас бы еще халявный Аганим кому-нибудь. Уфам Эмбер какой-нибудь с халявным Аганимом, и уже совсем другая история. Неожиданно Эмбер бы тут по Натворсу взлетел чуть ли не на топ-2, да, с этим съеденным Аганимом. Но и это при том Натворс был бы конкретный, потому что для Эмбера Аганим это предмет суперсильный. Ну а там выпал рефрешер-шарт, который взял себе кто-то. Ну, в принципе, Эмбер-то и взял, как бы тоже окей, но не настолько хорошо, как могло бы быть. Все еще думает Ордианси, Ниша мечтает, есть мечты-мечты, когда все улетают на базу просто эти массовые телепорты. Испугались, видимо, что спирит-то их уже гангать идут на топе. Ну, спирит рисует какие-то планы непонятные, типа, линии говорят, пушим тут, пушим там, спасибо за информацию. Но против Фуриона не так круто это все пушится, Фурион может по какой-нибудь линии отправить пенечков, которые помогут по дефт, ультимейт помогает дефт. Все, что тут происходит? Огромная какая-то мега пачка крипов, которую настакала Инча... Че, блядь? Что? Э, что?! И вот я уже Тундер против Нигмы смотрю теперь, ребят, походу. Ну, а тут 1-0. Вот и все, ебать. Ну, это реально так и произошло, потому что больше игр нет. А-а-а! Клиент игры устарел. Подал, ты закройте плюс 7-дот 2. Патч вышел, что?! Прямо сейчас?! Так и игры, кстати, нет и нет, здесь она вообще пропала. Хм. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че-то не понял, прикол, а... Другой-то... Игры пропали. Ладно. Короче, да кто выиграл? Да, Spirit выиграли-то, понятно, там. Liquid'ы не могли камбэкнуть эту игру. Вот, поэтому тут 1-1. Ну, Тундра и Нигма остались. Тут кругом одни 1-1. Охереть сегодня ничьих, да? То есть, у нас сегодня не ничьи, это 1-2-3-4. Ну, и, вероятно, Тундра и Нигма выиграет. Будет 5. То есть, 5... 5 побед, и все остальное ничьи. Жестко. Да, это жестко. Субтитры сделал DimaTorzok